Свой среди своих Рога, руках Вау, голова очень плохо Чья вторая родина Сальса Бекуа За тысячу верст от родных воров Барбара, давай ко мне Писком на улице Столько воды утекло Где Тихий океан Я всегда дома пошипы Я вообще никуда не хожу Под Минским морем Я не представляю, как можно выйти замуж за иностранца Куда умотала белорусская Клеопатра Да, и мы решили пожелиться Из-за границы с любовью Вы очень вкусно готовите Кто вам научил Мама, бабушка И Тиагулонга спился с ног в поиске земляков Спаковал свой багаж Машины и приехал в Гаурус Смотрите, вели рост С акцентом на отличия Беларусь для тысяч иностранцев Родина на чужбине С синекой судьба сводит весь мир В стране мирно живут Работают, учатся Американцы, иранцы, китайцы Латиноамериканцы Армяне, грузины, сербы, евреи Всего 140 национальностей Другая ментальная нация Манит радушием, чистотой, порядком, гостеприимством В особом фаворе сельская местность Вдали от городской суеты Заморские гости создают семьи Рожают детей Ведущий белых роз Коренной эквадорец Но 8 лет жизни в Беларуси сделали свое дело Здесь он давно свой в доску В деревне на 24 двора Близ Слуцка Уютный уголок обживают кубинцы Барбара де Пиралта И Эдуардо Феррер Санчес Встречают им Тиагу Лонга Как родного Музыка их связала Этих кубинцев Беларусь покорила с первых нот 11 лет назад пара приехала выступать на Славянский базар После первого же концерта яркий дуэт сходу берут в оборот Афишами с яркими гастролерами пестрит вся страна Привет, Беларусь! Мы любят Мы очень рады, что Беларусь хороший, чистый, чистый все время В первое время иностранцы снимают жилье в столице Параллельно дают концерты по городам и весям Спустя пару лет решено окончательно умотать подальше от шумного мегаполиса Свой рай на земле они находят в 130 километрах от Минска Можете мне немножко показывать ваше место Это наше домо, а там мы огород посадили Посадили? Да, посмотри А тут тоже что-то планируется? Это баня, это беседка И мы сейчас сделаем чуть-чуть теплитель и сокрыт дерево Земля надежд Сегодня на этом участке есть все для жизни Гараж, сауна, зимняя терраса, летняя беседка Последнюю чета вот-вот достроят Считанные штрихи им можно звать гостей Внутри камин, кухня, парилка, зона отдыха Постройка возведена из натуральных материалов Смотри, много работа, много стройка Будет большая кухня Да, да, да Для друзья Ага К главе семейства на деревне пришлось не сладко Но мужчина не испугался трудностей Сходу занялся овощеводством Смотри, мы здесь посадили картошку В этом году забрали 16 мешков Да, много Да, да Продавали? Наверное Мой сосед говорит, что, наверное, в этом году вы продали картошку Я говорю, нет Сегодня на этих грядках растет все, что пожелает душа Кабачки, тыква, огурцы, томаты, перцы Некоторые из семян привезены из жаркой страны Кубинец признается, на плантации вдохновили соседей Перец, о, смотри, еще перец Вот, смотри Пикантый, но? Нет, нет, острого нету Да, да Это желтый Красный Зеленый Все, здесь огурцы Осенний привет Интия Гулонга просится в дом Теплолюбивый иностранец после коротких съемок на натуре Промерз до нитки То есть вы говорили, что вы на этом доме живете 8 лет? Когда мы купили этот дом, этот дом самый старый, старый, старый И это несу вентилятор, да? Поэтому было много холодно, потому что пол дерева очень старый, старый Ветер перемен Когда пара только приобрела владение, ветхий домик в деревне не был похож на теперешнюю усадьбу За годы жизни кубинцы чем богаты, тем и рады Внутри заморские артисты отремонтировали комнаты, провели теплые полы, достроили второй этаж, заказали кухню, провели воду Почти все сделано своими руками Пешка тоже очень старая Мы пропали, но чуть-чуть тепло Мы спали, комната, когда, наверное, 5 утра О, холодно, голова, мы на кровати, холодно Удобство во дворе Больше всего Барбара де Пиральто страдала из-за отсутствия в доме уборной Реновация домика началась именно с сооружения полноценного санузла Идеальный ремонт После переделки в доме светло и просторно На первом этаже разместились прихожая, гостиная, столовая, кухня, гардеробная Перья, стразы, пайетки В этой комнате особый декор Смотри, кубинский тесно У меня? О, как красиво Это я Давай попробуем это Это румба После короткой экскурсии эпатажные артисты в своем репертуаре Барбара де Пиральто и Эдуардо Феррер Санчес наряжают ведущего белых роз в национальный костюм Жизнь на деревне артисты выбрали не случайно Им важно уединяться для репетиций На веранде у кубинцев целая студия Здесь рождаются песни, сочиняются аранжировки, продумываются номера Певцы показывают Интиагулонга домашнюю сцену Хорошо, это же классика Всех знает эту песню После импровизированного концерта самое время согреться за чашкой чая В доме трио переходит на родной испанский Съемочная команда белых роз не понимает ни бельмеса Мазаны одним миром За столом пара откровенничает В душе они наполовину белорусы Синеокая для латиноамериканцев вторая родина Здесь они привыкли и к метелям, и к морозам, и к снегам В первый момент, вдруг и люди, когда человек, они улетел... ...ви килограмма на transportation и душе, утреннию... ...вы реализовала такие что-то, утреннию... ...вы реализовала твои гратино, утреннию... Пирчатки! И вот этот как... это... ...не есть... ...вы реализовала ...вау, трудно! И я смотри на ульхса, сниек, Во время беседы выясняется, Интио Гулонга не раз бывал на концертах дуэта, но так и не решался познакомиться поближе. Судьба иностранцев сводит благодаря волшебной силе телевидения. После гостеприимного приема пора и честь знать. Интио Гулонга вострит лыжи в другое уютное гнездышко. Уже время прощаться, мне надо идти дальше. Увидимся еще на другие латинные дни. Скоро, скоро, скоро увидимся. Хорошая, хорошая. Белучая, да? Супер, хорошая. Ну, Инти, как мы, поэтому любит. Любовь без границ. На периферии Минска свое счастье обрела Рихам Фейсал Хасан. Девушка несколько лет назад прибыла из столицы пирамид Каира. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Ити, а вас как зовут? Рихам. Рихам. Очень приятно познакомиться. Очень приятно. Плененный красотой Интио Гулонга теряет дар речи. Белорусская Клеопатра почти не говорит по-русски, зато на зубок знает испанский. На нем молодые люди общаются без переводчика. Второй раз за день ведущему перепадает уникальная возможность прокачать родную речь. Изначально я не знаю, что на русском не знаю. И я думаю, окей, что вот и где. А чем ты занимаешься здесь, в Белоруссии? На самом деле я замужем за белорусом. Да? Да, поэтому я живу здесь. Любовный вояж. Чуть больше года назад Дмитрий Пранкевич отправился отдыхать в Египет. Будущую невесту он меньше, чем за неделю уговорил махнуть в Беларуси. Мы пообщались и позже я приехала сюда, чтобы познакомиться с его семьей, страной. Интернациональная любовь. Согласно статистике, каждый пятый брак в Минске заключен с иностранцами. Женихи и невесты приезжают в Беларуси из разных уголков планеты. По данным ЗАГСов, это выходцы из ста государств. Больше всего из Италии, Испании, Сирии, Ливана, Ирана, Ирака, Алжира, Конга, Кении, Камеруна. И ты решила остаться жить в Беларуси? Да, и мы решили пожениться. Здорово. Пол мира мало. Свадьбу молодые сыграли на две страны. Сейчас в этой трешке они продолжают обустраивать быт. В свободное от домашней рутины время, каирская жена подрабатывает моделью в рекламе. Бежит, что у тебя тут очень красивые картины. Можешь показать меня? Большое спасибо. Вот это, например, написано с реальной фотографии. Это твоя подруга? Нет, это фото из интернета. Она привлекла меня, мне нравятся детали, я захотела передать эту красоту, но это еще не закончила. А эта картинка еще в процессе? Да. И у тебя есть много других картин? Пейзажи, портреты, натюрморты. В свободное время девушка пишет картины. В ее коллекции десятки полотен. Эта картина была написана как подарок для моей свекрови. А ты подарила ей эту картину? Да. А какие материалы ты используешь? Я пишу маслом. Масляные краски? Да, и использую также такие холсты. Красивые. Там хорошие детали. Ну и там мышцы тоже показывали, да? Мужцы похожи. Тоже вот, что он палант есть, да. Частичку Египта Рихам Хасан привезла с собой. И в Египте пишут так? Да, это египетская письменность. Есть люди, которые до сих пор понимают и используют ее? Уже нет. Ностальгировать по родине, признается иностранка, ей некогда. В свободное от работы время пара путешествует по стране. В их семейном фотоальбоме селфи из Бреста Гродно Гомеля не свежа. Что было самое сложное, когда ты приехала в Беларусь? Язык. Язык все еще сложен для тебя? Немного, потому что сейчас я могу говорить. Пора и честь знать. Погостив у счастливых молодоженов, Интия Гулонга продолжает колесить по стране. Тема программы «Иностранцы в Беларуси». Мне понравился Интия, очень разговорчивый, любопытный, очень приятный ведущий. Мне было комфортно общаться с ним. Сразу после рекламы. Чистый воздух, очень милые люди. Я его Миша называю. Уже почти владею языком. Я пробовал недавно арабский, тоже было вкусно. Для мужиков. Сейчас мне очень соус, секретный. Нет, ничего секретного. Это вы пропустили. Не нужен им берег турецкий, и Африка им не нужна. Иностранцы восхищены гостеприимством «Сине огонь». Мы любят. Мне очень нравится. Беларусь хороший, чистый. До рекламы Интия Гулонга нашел своих среди чужих. Hello, hola! Ведущий «Белых роз» заглянул на огонек кубинским артистам. Hey, Guantanamera! Пара с десяток лет живет в Беларуси. Это баня, это беседка. Дуэт превратился в трио, сработался на ура. Эквадорец будто на родине побывал. В этой интернациональной семье заморская жена белоруса родом из Каира. Это, например, написано с реальной фотографией. То ли еще будет. Вот что дальше. Интернациональная рапсодия. Михал Мишталь родился и вырос в Польше. Полтора года назад парень переехал на ПМЖ в Беларусь. Первое время жил в Бресте. Фермера по профессии со страшной силой тянуло к земле. У себя на родине мужчина хозяйничал на 15 гектарах. Выращивал кукурузу, гречиху, пшеницу. В свои 42 он не испугался и раскрутил жизнь на 180 градусов. Ведущий «Белых роз» давно хотел познакомиться с отважным земледелом. Я раньше жил в деревне Сарнув. Она нахожусь 20 километров от города Катовица. Я хотел, чтобы Польша, чтобы поляки жили в сгоде, сотрудничали с белорусами. Оставаться дома Михал Мишталь не мог по политическим мотивам. Он открыто признавался в любви к белорусскому курсу. Сказано – сделано. Иностранец вмиг собрал все нажитое непосильным трудом, сел в свою ласточку и был таков. В «Синеокой» его приняли с фирменным радушием. Помогли с документами, поставили на учет в службу занятости. Со временем нашлась работа по душе. Под Кобрином в Порчицах поляк трудится, не разгибая спины вот в этом хозяйстве. Здесь он ухаживает за лошадьми в детской конно-спортивной школе. Правильный выбор. Да, да. Очень милые люди. У меня много друзей. Я знаю, что много европейцев и американцев придут на пенсии, потому что там дешевле жить. И как бы очень, как хорошо можно жить, но мне много количества денег. Михалом Мишталем не нарадуется начальство. Добросовестный, ответственный, порядочный специалист. Всем коллегам пример. Михаил, я его Миша называю. Уже почти владеет языком. Чуть более полгода, как он здесь появился. Он приехал со всеми вещами. Поговорили. А человек от земли всегда, как говорится, есть чем поговорить. Знай наших. Белорусский поляк в деревне освоился быстро. Хозяйство выделило мужчине общежитие. Он сам обзавелся друзьями. Встретил сердечную подругу. А сколько раз в день вы кормили? Два раза. И они только это кушают? Нет, еще сено, сено машет. Далеко в будущее мужчина не заглядывает. Пока ему в радость жизнь. Каждое утро он благодарит Бога. В Синеокой легко наслаждаться миром и тишиной. С родными связь потеряна. Но Мишталь не унывает. У него есть любимая работа. Крыша над головой. Деньги на жизнь. С недавних пор Мишталь с головой окунулся в интернет. Освоил соцсети. Начал активно вести блог. На его страничках короткие эссе про новую жизнь. Комплименты Беларуси. Вот я покажу, что мы снимаемся. Вот покажу красоту. Вот Беларусь. Это наша программа. Я вижу, что это нормальный человек. Еще дальше от центра страны, почти у границы с чужими рубежами, живет семья Пагасян. Муж, жена, двое детей. Интия Гулонга доселе не доводилось знакомиться с армянским гостеприимством. Продюсеры подготовили эквадорцу вкусный сюрприз. Добрый день. Добрый. Меня зовут Интия. В 2007-м молодая Сатине Пагасян вместе с супругом переезжает из солнечной Армении в Беларусь. К тому времени здесь уже 22 года родители мужа. Свекр девушки в 85-м служил в этих местах и влюбился в страну с первого взгляда. Уже 17 лет почти тут живем, да. Это практически жизнь такая. Обычно иностранцы живут в городе, а вы приехали на деревню. Это интересно. Ну, обустроено все и быт, и работа. Это было сложно, поскольку я никогда никуда не выезжала. Возле родителей, скажем так, возле бабушки с дедушкой. Традиции, культура. Дети Сатине Пагасян родились вдали от исторической родины. Сама уроженка Армении три года назад получила местное гражданство. Беларусь иностранцев приняла как дома. Семья живет по соседству с добрыми, радушными людьми. Женщина трудится старшим поваром в столовой. Муж – строитель в местном хозяйстве. Первое время, то, что люди не знают о тебе, кто ты, откуда ты вообще приехал, очень доброжелательно, очень так хорошо приняли. Не было сложно выучить русский язык? Нет, у нас же в Армении в школах преподают. От количества яств у Интия Гулонга голова кругом идет. Толма, кебаб, пахлава, пончики. Вечно голодному ведущему хочется съесть все и сразу. Я пробовал недавно арабский. Тоже было вкусно, но там было более кислое, наверное. Не знаю, но чувствуется... Кислое, потому что арабы добавляют сок лимона. Принцесса вкуса. Долма – знаменитая на весь мир блюда из мясного фарша. Его в разных вариациях готовят во многих странах Средней и Центральной Азии, в частив на Ближнем Востоке. Изначально для приготовления деликатеса использовали исключительно виноградные листья. В них заворачивалась начинка. Позже в качестве альтернативы стали применять конский щавель – капустные листья. Кебаб возьмите своими руками. Снимаете, да. Соус любой. Острый. Знатно подкрепившись, иностранец рассыпается в комплиментах. Я вижу, что вы очень вкусно готовите. Кто вам научили? Или традиция такая? Мама, дочка? Мама, бабушка. Столько есть нельзя. Интиагулонга просит хозяев прогуляться. На полный желудок каждый шаг ему дается с адским трудом. А как вам жить на агрогородок? Хорошо, у нас все есть. Детский сад, школа, фаб свой есть. Все есть тут. После променада эквадорец спешит попрощаться. Его ждут и дождутся новые герои. Спасибо большое. И вам спасибо. Всего доброго. Как бы у него свои привычки, но разговорная речь немножко непривична, скажем так. Но надо прислуживать, чтобы понимать. Дело огонь. Жан-Франко Гонсалес у плиты с младых ногтей. Пока соседская ребятня резвилась на детских площадках, мальчик оттачивал мастерство на кухне. К 30-ти у мужчины солидный, 16-летний стаж работы в роли шефа. Звезды сошлись. Вскоре на пути амбициозного южноамериканца повстречается скромная белорусска. Дарья Ковалькова – юрист-международник. Сразу после учебы выпускницу приглашают поработать на чужбине. Вспомнит – вздрогнет. Наоборот, я даже всегда говорила, я не представляю, как можно выйти замуж за иностранца. И поэтому мои друзья меня очень часто так подшучивали надо мной, потому что я считала, что невозможно построить глубокие отношения, разные культуры, менталитеты. А чем ты тут занимаешься? Отдых. Отдых, гуляю по лесу, соберу грибы, дом строю, поделываю чуть-чуть. Будущие супруги познакомились случайно. Отдыхали в одной компании. Закрутилось все, как по взмаху руки. Позже девушка была вынуждена вернуться на родину. Жан-Франко рванул вслед за ней. Я любитель роскетбол. Видно, вы жители высокие. В новой стране жителю столицы маленькой Венеции пришлось освоить работу руками. Во время коронавируса Чита перебралась на дачу. Глава семейства топил за комфорт близких. Но у меня не было такого. Но я бы хотел иметь такой дом. Я вообще никогда раньше работал моими руками. Никогда. Девять лет жизни в Беларуси. Для иностранца приятная ностальгия. Теперь здесь его второй дом. У пары подрастают дети. Пятилетняя Франческа и полуторагодовалая Фабиана. Жан-Франко не только свил гнездышко, но и открыл здесь свое дело. Первый раз, когда я готовился, мне было 9 лет. А я всегда любил кухню. Я всегда любил готовить. Я вместо мультика смотрел программы, где еще повар стоял. А я вот так, да. В Миннес-Уэрске в общем там есть пандехамон. Это хлеб внутри, ветчина и много всего. И другое блюдо, которое называется яка. Мужчина – владелец сети бургерных. Первая из них открылась в Молодечно. Ходят слухи, за сочными булками в регион катались из столицы. Фишка заведений – все от фарша до сдобы собственного производства. В поисках идеальных пропорций повар безвылазно провел на кухне 4 месяца. Его кулинарное жюри – домашние. Жена, теща, дети. У нас есть вещи, и 3 месяца я кормил семью бургер. Бургер, да? Я кормил бургер. И именно этот бургер с авруситой я приготовил по вкусу белорусу. Империя вкуса. Сейчас эти кафешки гремят на весь регион. За быстрой едой выстраиваются очереди. Интия Гулонга с Жаном Франко был знаком заочно. Фирменную стряпню от шефа он пробовал не раз. Будем готовить бургер. Самый популярный бургер, который у нас есть. Очень вкусный бургер. Я готов. Сегодня эквадорцу посчастливилось поготовить в паре с шефом. Ведущий Белых Рос без ума от счастья. Вот так. Стильно. Говяжья котлета, нежная французская бриошь, два вида соуса – капуста, огурец, сушеная картошка. Нехитрый рецепт – эталон вкуса. Что за соус? Это соус, чеснок, не соус. Секретный? Нет, ничего секретного. Положите в соус. На все про все 7 минут. Эквадорец вкусный момент ждал весь день. Шикарная бурга. Давай, чист. Салют. Салют. Ну, как всегда, вкусно. Растрясти калории. Чтобы съеденное не превратилось в лишнее кило, венесуэлец зовет эквадорца на спортплощадку. Еще одна страсть Жан-Франко – грибы. Он давний любитель тихой охоты. Впервые в белорусский лес его привела когда-то супруга. Она в этих плодородных массивах с детства. Франциска, смотри. Какой это гриб? Польский. Польский. О, смотри, какой хороший. Польский. Она знает. Люблю белорус, люблю семью, люблю все, что у нас есть. Люблю все, что мы с женой делали здесь. Люблю такую. И все. Белорус – это теперь мой дом. Всегда очень круто найти своих людей в другом точке мира. Это круто. Все хорошее рано или поздно заканчивается. Самое время прощаться с интернациональной семьей. Интя Гулонга пора в путь-дорогу, Жану Франко – к плите. Ну все. Спасибо за бургер. Тебе спасибо, что ты приехал ко мне, собрали грибы, приготовили бургеры. Всегда приятно найти брата. Душа ведущего требует праздника. Это запросто ему устроят мочулические музыканты. Педагоги местной музыкальной школы собрались в коллектив, чтобы на личном примере привить ученикам любовь к нотам. Интя Гулонга слушает, открыв рот. Просто, вау, у меня нет слов, правда. Такие профессиональные группы давно не видели. Это очень круто, мне очень понравилось ваша музыка. Ну самое главное – это дух и желание ансамбля. Поэтому, конечно, мы с большим желанием на репетиции ходим. У нас очень хорошие концертные площадки есть и в городе, и здесь. Эквадорец требует в руки инструмент. Ретивый ведущий убежден – сыграть – плевое дело. Ровно через неделю! Все природные стихии присутствуют здесь. Не волнуйтесь, можно делать, что подскажет вам ваша фантазия.